Слово имеет Борис Кагарлицкий, институт глобализации и социальных движений, у которого сегодня был отпул, обыск дома. Спасибо. Товарищи, меня сегодня очень странно поздравили с днём революции. Вообще-то говоря, я должен был прилететь, и прилетел, как вы видите, как раз к митингу, потому что я был в Берлине сегодня ещё утром. У меня был семинар, который вчера закончился. И утром мне звонят и сообщают, что вот пришли следователи или сотрудники Следственного комитета и что-то ищут у меня дома. Но я понял это просто и думаю правильно. Это такая форма поздравления с праздником революции. Такая революционная форма поздравления. Итоги весьма забавные. Вся добыча свелась, насколько я понял из рассказов и из тех бумажек, которые они оставили уже после себя, когда подписали протокол, поскольку меня там не было, к значку Родфронта, который приняли почему-то за значок Левого фронта. Такая вот компетентность соответствующих компетентных органов. Ну и каким-то бумажком взяли две листовки из моей коллекции. У меня вообще большая коллекция, я могу им больше подарить, если надо. А еще ведь очень странно, что люди даже умудрились искать файлы в моем ноутбуке, который находился в Берлине в это время. То есть вот как можно искать то, что находится в другом месте? Потому что они пришли смотреть мой компьютер, им очень хотелось почитать, что у меня в компьютере. Но они не могли этого сделать, потому что там не было ни меня, ни компьютера. Но самое смешное не это. Самое смешное то, что они прекрасно знали, что меня там быть не может, потому что когда меня вызывали свидетелем, я их предупредил, если вам, господа, я нужен, к вашим услугам. С третьего по седьмого меня не будет в Москве, но приходите, когда вам угодно. Буду рад поговорить. Потому что я вообще всегда люблю говорить с людьми и объяснять им нашу точку зрения. Потому что мы правы. Потому что мы говорим о том, что волнует людей. И нам нужно кричать не лозунги, не произносить общие слова, а говорить о социальных проблемах, о том, что происходит с пенсионной системой. Говорить о том, что сейчас происходит с производством, с всемирной торговой организацией, которая душит наше производство. Говорить о том, что у нас пытаются ввести новую систему оплаты бюджетников, которая убивает нормальную работу бюджетников. Нам пытаются навязать целый комплекс социальных реформ, включающих фактически ликвидацию бесплатного образования и бесплатного здравоохранения. Вот о чем мы должны говорить. Это должно быть нашим главным вопросом. И ради этого мы должны выходить на улицу. И ради этого мы должны бороться, чтобы остановить все это безобразие. И это наша цель. И тогда мы будем действительно наследниками Великой революции 1917 года. А пока с праздником, товарищи!